Всем привет, братья и сестры, на связи отец Евген. Уже на протяжении нескольких недель я играю в Warzone Mobile и буквально наслаждаюсь этим прекрасным времяпровождением. Игра мне настолько нравится, что я даже купил пропуск в Steam версии Modern Warfare 2 и благополучно забил на его прохождение. Да, я знаю, что в этой игре полная синхронизация мобильной версии с ПК и консолью, я в курсе, что пропуска тут общие и купив пропуск на ПК, например, его можно будет проходить на телефоне. Но у меня аккаунты разные, на мобилке один, на ПК другой, и не нужно спрашивать меня почему так, просто потому. На Modern Warfare 2 я благополучно забил, а вот мобильный Warzone меня затянул, несмотря на маленький процент реальных игроков в катках. В данный момент в игре примерно процентов 15-20 это реальные люди, по моим личным ощущениям, а все остальные это боты. Почему так происходит вы поймете чуть позже, но несмотря на это, играть в мобильный Warzone действительно комфортно и интересно. Собственно предлагаю сегодня об этом и поговорить. Забегая вперед, чуваки, сразу отмечу, что данный видеоролик это неполноценный обзор мобильной Warzone. Если вы хотите посмотреть обзор на эту игру в нынешнем ее виде после всех недавних обновлений, то вам к другим блогерам. Влага на ютубе уже достаточно роликов по данной теме. Мой же видос это скорее мои личные размышления на тему, как игра выглядит прямо сейчас и какое у нее будет будущее после глобального релиза. Да, это не совсем привычный формат для моего канала. Эдакий разговорный видосик, подкаст, я бы даже сказал, без сценария и подготовки на фоне геймплея. В общем, сегодня поговорим о том, как играется мобильный Warzone, какое железо необходимо для его запуска, что стоит ждать от нее на выходе, что будет с мобильной колдой, потому что очень многих геймеров этот вопрос волнует. А у меня к тому же есть некоторые эксклюзивные инсайдерские новости по этой теме, которыми со мной поделились официальные представители Warzone по СНГ. И информация, которую я узнал многим фанатам мобильной колды, может мне понравиться, но об этом чуточку позже. Ну и конечно я отвечу на частые вопросы о том, как собственно скачать это чудо к себе на телефон и поиграть вот прямо сейчас. Что там по оптимизации, какое железо нужно и вообще стоит ли на эту игру время свое тратить, особенно когда у тебя есть версия на ПК. По поводу скачивания. Актуальную версию для андроида я уже опубликовал в своем телеграм-канале. Там же ты найдешь подробную инструкцию по тому, как ее запустить на своем устройстве, находясь в России. Это уже классическая на самом деле история, что из-за всеми известных событий российских геймеров ограничивают, и Warzone в этом плане не стал каким-то исключением. Но тем не менее, при помощи некоторых махинаций и VPN запустить ее прямо сейчас можно без каких-либо проблем. Тратить время на подробное объяснение, как зарегистрировать свой аккаунт, как скачать игру сейчас не будем. Пайл установки, инструкция, все есть в телеге, ссылочка на телеграм в описании под видео. Буду рад в благодарность, если подпишешься. Теперь, что касается самой игры и ее последней версии. Многие ошибочно думают, что Warzone в нынешнем его виде это какая-то бетка или альфа, неполноценная игра. Но это совсем не так. Да, официальная дата выхода игры во всем мире это 15 мая. Но уже как несколько месяцев игра полноценно зарелизилась в некоторых странах, например в Австралии. Сделано это для того, чтобы до глобального выхода во всем мире игру, так скажем, протестировать, доработать и в некоторых аспектах улучшить. То есть, если вы прямо сейчас зайдете в игру, то вы будете наслаждаться полноценной ее версией, а не какой-то сырой беткой. Практически в том виде, в котором она по сути будет на глобальном релизе уже через пару недель. Отличие от нынешней версии и новой будет минимум. Официальные сервера уже вовсю работают, весь ваш прогресс вплоть до первого дня релиза будет сохраняться. Поэтому, если вы думаете, что играть сейчас смысла нет, это бетка, альфа, игра неполноценная, лучше выхода дождусь. Зачем потом качаться заново, плясать с бубном, чтобы все установить. Если все эти мысли вас преследуют, то скажу просто. Вы, чуваки, ошибаетесь. Начать играть уже сейчас есть смысл. Как минимум ради того, чтобы натренироваться в скиле и потом на глобальном релизе разносить ботов. То, что ты видишь сейчас на своем экране, будет ждать тебя по сути и на релизе. Отличий, как я уже сказал, будет минимум. И вряд ли самый обычный рядовой геймер их вообще заметит. Что по оптимизации и какой телефон нужен для игры. Огромное количество людей на том же ютубе, кто уже пробовал мобильный варзон, говорят, что у игры прямо сейчас есть большая проблема с оптимизацией. Что она выглядит убого, есть проблемы с текстурами, что она глючит. И, честное слово, я не понимаю. Все эти люди говорят о той игре, в которую я играю прямо сейчас или это о чем-то другом? Потому что на моем Asus ROG Phone 5 все идет замечательно. Игра выглядит достойно. Крайняя версия игры выдает стабильные 60 фпс. Да, в прошлой версии было все намного хуже. Больше 30 фпс не показывало. Были проблемы с текстурами, но сейчас это все пофиксили. И будучи тем еще козловым, мне лично нравится то, что я перед собой вижу. Но это что касается телефонов на операционной системе Android. Как дела у айфонов сказать лично не могу, потому что, опять же, не пробовал айфона у меня нет. Но если верить все тем же роликам на ютубе, на айфонах с оптимизацией и в целом по картинке дела обстоят намного лучше. Особенно на айпадах. Но к глобальному релизу я думаю все это дело поправят. Игрушка будет выглядеть на достойном уровне и там и там. Теперь, что касается системных требований. На данном этапе сказать точно, пойдет игра на вашей трубе или нет, очень сложно. Самое оптимальное решение скачать игру, установить ее самим и проверить, как она будет у вас работать. Но на основе нынешней версии, ее играбельности, на основе некоторых сливов в интернете, сейчас можно лишь примерно предполагать, какое железо вам понадобится. Например, для того, чтобы игра выдавала стабильный 30 фпс на около средних настройках, не максимальных. Лично я думаю, что вам понадобится минимум 4 гига оперативной памяти и процессор уровня Snapdragon 730G. То есть, на каком-нибудь условном бюджетном телефоне, например, как у меня это Realme 7 Pro, мой второй телефон, поиграть в Warzone будет та еще мука. А чтобы запустить игру на максимальном уровне графики с 60 фпс, процессор уже понадобится по-любому на голову выше. Какой-нибудь минимум 865 Snapdragon. На вашем экране характеристики моего телефона, стоимостью в 90 тысяч рублей. Примерно такого уровня телефоны понадобится вам, чтобы играть в Warzone с комфортом на максимальном уровне графики. Наверное, это одна из самых требовательных игр сегодня, наравне с Genshin Impact. И я даже, если честно, не знаю, хорошо это или плохо. Я лично знаю людей, которые ради этой игры идут покупать себе дорогие игровые телефоны. Эти люди готовы отвалить 100 тысяч рублей ради того, чтобы играть в мобильную игру. И играть на максимальном уровне графики. Да, вам об этом сейчас рассказывает человек, который в свое время купил Asus ROG Phone 5 ради New State. И мать вашу, я сейчас понимаю, какое было дело. Да, это крутой телефон, безусловно, для игр это мастхэп. Но зная, каких денег это все стоит, я прекрасно понимаю, что за них можно было собрать достойный игровой ПК. И играть в оригинальную ПК-версию PUBG. И как по мне, это будет лучшее ваше решение. Если вы собрались брать телефон для Warzone Mobile, лучше за эти деньги соберите ПК и играйте в ПК-версию. Если в вашу голову хотя бы немного забралась мысль купить себе новый телефон ради мобильной игры, то, поверьте, чуваки, это того не стоит. Теперь давайте поговорим про геймплей. В принципе, если вы знакомы с версией Call of Duty Modern Warfare на ПК, то мобильная ее версия это мобильная версия. Масло-масляная. Геймплейная она ровно такая же, только адаптированная под мобильное устройство. У нас все те же режимы, у нас все та же королевская битва, точно такой же пропуск, который, как я уже сказал, здесь общий с компьютерной и консольной версией игры. И для тех, кто слышит об этом впервые, речь сейчас не про кроссплей, его здесь не будет. Тут общий батл пасс. То есть, купив пропуск на ПК, вам не нужно будет покупать отдельный на телефоне, у вас будет общий прогресс. Как по мне, фишка очень крутая, я думаю, благодаря ей у игры будет огромный задаток на успешный старт. Сегодня это, наверное, единственная игра в своем роде без кроссплея, но с общим прогрессом. Посмотрим, как это все дело будет реализовано на релизе. У нас также общий магазин скинов, как и в случае с пропуском, если у вас куплен скин в ПК-версии игры, он будет доступен или на мобильный. У нас также есть 650 уровней престижа, их, кстати, добавили буквально вот в последнем обновлении. У нас те же самые оперативники, правда, до глобального релиза часть из них недоступна. Кстати, за предрегистрацию в Google Play Маркете разрабы обещают дать эксклюзивный скин, поэтому советую оформить релизу прямо сейчас. Даже если вы не планируете играть в мобильный Warzone, то хотя бы заберете скин на халяву и будете использовать его на ПК-версии. По сути, мобильный Warzone это все тот же ПК-варзон. Почти все аспекты с ПК плавно качуют в мобильную версию и постепенно-постепенно потихонечку добавляются в нее. Например, с последним обновлением добавили возможность рассматривать свои пушки. Вау! Нет, сейчас без ропу, это реально очень крутая фишка. Анимации пуша, как и в компьютерной версии, выглядят просто достойно. Вы просто сами на это посмотрите. Думаю, что та же ситуация будет и с картами. Все то, что есть сейчас в ПК-версии, будет и в мобильной. В данный момент в игре доступно всего лишь две карты, но на релизе, я думаю, будет то же самое количество, что и на ПК. Также на релизе нас будет ожидать рейтинговый режим, который будет точно такой же, как и на ПК-версии. Вполне возможно, что рейтинг добавится чуть позже. Чуваки из комьюнити, когда мы с ними общались, сказали, что рейтинг вероятнее всего 90%, что завезут не сразу. Скорее всего, это будет синхронно со стартом четвертого сезона, который стартанет в июне. Сейчас же в игре идет третий сезон, для тех, кто не в курсе. И раз уж мы заговорили про инсайдерскую информацию, то давайте я расскажу вам о том, что мне еще поведали официальные представители комьюнити Варзона. Это ребята, словам которых стоит верить. Именно они сейчас держат официальный дискорд-сервер СНГ региона, заведуют главной группой ВКонтакте и другими аккаунтами для русскоязычной аудитории. Когда мы с ними общались, естественно, одним из первых моих вопросов был, что будет с Call of Duty Mobile? Какое будущее у нее, когда выйдет Варзон? У меня там вообще-то инвентарь довольно большой, доната много, не уверен, ни одного меня этот вопрос волнует. Комьюнити мобильной колды действительно, если посмотреть, очень сильно переживает за будущее своей игры. И, честно сказать, делают они это не зря. Вот просто сами посудите. Варзон мобайл и Call of Duty Mobile это, по сути, две одинаковые игры, но которые принадлежат разным людям. Варзон принадлежит Активиженам, а мобильная колда это, грубо говоря, 50 на 50. Активижен и братки китайцы Тенсен. По логике, невыгодно работать на два фронта. К тому же мобильный Варзон из-за своей свежести имеет все шансы обогнать по популярности мобильную колду. И лично я думаю, что после выхода Варзона в течение годика, максимум, поддержка мобильной колды прекратится. Это более чем логично. Но опять же это лишь мое предположение, которым я поделился с ребятами из комьюнити. И, о боги, они подтвердили, что закрытие действительно будет. Такая вероятность имеется. Но сделать это планируют не сами Активижен, а Майкрософт, которые официально купили Активижен. И так как сами Активижен, по сути, против подобного шага, чтобы закрывать довольно успешную игру, студии пришли к очень интересному решению вопроса. После глобального релиза Варзон Мобайл будет организован так называемый перелив сотрудников. Большая часть людей, которые прямо сейчас трудятся над мобильной колдой, будет перенаправлена на работу над Варзоном. То есть, основная рабочая сила будет кинута на новый проект, который имеет все шансы выйти в топ мобильных игр и принести студии-разработчику более значимую прибыль. И, как по мне, это решение очень правильно. Закрытие будет, и оно по-любому неизбежно. Это просто вот стоит принять как факт. Любая игра рано или поздно загнется. У кого-то жизненный цикл больше, у кого-то меньше. Но то, что рано или поздно поддержка серверов прекращается, это неизбежный финал. Даже для самой хайповой игры. Да, Майнкрафта это не касается, эта игра будет жить вечно. А вот все остальное, тот же Free Fire, PUBG, колда, отток там будет совершенно точно. И когда число игроков будет сотни раз ниже, держать подобную игру будет просто невыгодно. Гораздо проще создать будет новый проект и доить уже бабки с него. Ну просто какой смысл держать колду, когда у тебя есть более успешный, по сути аналогичный проект в виде мобильного Варзона. Так что, если вы переживаете, как и я, по поводу будущего колды мобильной, вы переживаете не зря. Готовьтесь к тому, что Варзон будет ее главным конкурентом и большая часть игроков уйдет именно сюда. И игра будет в течение года закрыта. Ну, ну ладно, пускай не в течение года, а полутора-двух лет. Запомните мои слова. Возвращайтесь сюда через два годика и расскажите мне, как там дела у мобильной колды. Что у нас, короче, по итогу. Стоит ли тратить свое время и играть в Варзон Мобайл прямо сейчас? Определенно да. Хотя бы ради того, чтобы просто познакомиться с этой игрой. Выглядит она очень круто и семимильными шагами движется к полноценному запуску. И, честно сказать, я думаю, что запуск будет довольно громкий. Этот ролик не зря называется «Убийца мобильных игр». Да, я знаю, что я подобное уже говорил по поводу Ньюстейта, но, чуваки, дайте мне вторую попытку. Впереди у разработчиков еще безумное количество работы, но уже сейчас игра внушает доверие. Почему-то мне кажется, что это будет намного круче той же самой мобильной колды. Что там будет дальше, посмотрим. Вроде как обещают зарелизить Варзончик уже 15 мая. Верим в успех, ждем, возлагаем надежды и, как говорится, надеемся. Ну а с тобой был, как всегда, отец Евген. Вот такой вот интересный подкаст на тему мобильного Варзона у нас с тобой получился. Пиши в комментариях, ждешь ли ты эту игру, что о ней думаешь в принципе. Как считаешь, какое будущее будет у мобильной колды. Мне будет очень интересно прочесть твое мнение. Ссылочку на скачивание я оставил в телеге, ссылка на телегу в описании, если не пробовал, давай бегом туда. Ну а на сегодня это все. Если формат такой зашел, прожимай палец вверх и предлагай тему для следующего подобного подкаста. Мне формат, если честно, нравится, делать его довольно просто. Я хотел бы что-то еще для тебя такое снять и по душам поговорить. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok